Настоящим подарком ко дню республики для жителей Шимкента стала новость о сносе барачных домов в одном из неблагополучных районов. Там построят новый микрорайон со всеми сопутствующими благами цивилизации. Чиновники возведут там высотки, построят социальные объекты и создадут инфраструктуру. Изменения уже внесли в генеральный план города. Мой коллега Шудин Саидов поговорил с местными жителями и узнал, что они об этом думают. Это самый старый район города. Его раньше называли местным гетто. А полицейские отмечали неблагоприятную каменогенную обстановку. Району больше 70 лет. И теперь, согласно новому генеральному плану, его обещают снести. На месте старых трущоб обещают построить высотки и социальные объекты. Вот так мы живем. Дождь прошел, ходим по лужам. В воде стекать некуда. Жители микрорайона Коксай ждут перемен много лет. В Акимате уже не раз обещали. На месте старого ветхого района появится новый. Отремонтируют улицы, построят школу и поликлинику. Здесь сегодня проживает больше полутора тысяч человек. Здесь же нет условий. Какие тут условия? Тут нет условий. Все сами делаем. Дорогу вот эту вот. Сами делали для себя, что у кого дети, внуки в школу ходят. Света нет. Вот сейчас уже темно. Света нет. Родители встречают. Собак полно тут. Абсолютно все дома пойдут под снос. Новое жилье построят по программе реновации. Заинтересованные инвесторы уже есть. По словам местных чиновников, на это уйдет несколько лет. Квартиры жильцы получат бесплатно. Встречаемся с населением, планируем все провести в ближайшие годы. При этом уже с 2020 года ведем работу по сбору документов на собственность. Ведь у многих жильцов раньше не было и документов. На сегодня есть еще семьи, с которыми нужно завершить процедуру оформления. При этом, как стало известно, такой корректировке подлежат семь отдаленных и неблагополучных районов города. Сроки Акимат пока не утвердил, но официально все работы по обновлению третьего мегаполиса должны завершить до 2035 года.